Турнир по дзюдо памяти воина-интернационалиста Владимира Анисимова в нынешнем году прошел в Котельниках уже в четвертый раз. Солдата, геройски погибшего в Афганистане 20 лет назад, в его родном городе чтят и помнят до сих пор. Я очень благодарна вам, благодарна всем гостям, которые здесь присутствуют, за то, что он помнит, за то, что он разделяет нашу брату, нашу боль. Среди гостей соревнований были родственники Владимира Анисимова, военные, служившие с ним в одном отделении и, конечно, представители героического поколения воинов Великой Отечественной, ветераны нашего города. За первое место в турнирной таблице боролись около ста юных спортсменов из Москвы и Подмосковья. Мальчишки и девчонки соревновались параллельно, на соседних татами. И слабый пол ничуть не уступал ни в мастерстве, ни в воле к победе. Зрители, затаив дыхание, наблюдали за короткими яркими схватками. Самыми отчаянными болельщиками на трибунах были родители дзюдоистов. Они отмечают, что этот спорт полезен не только для здоровья. Этот вид спорта дает организацию и уверенность в себе. Именно для девочки. Именно уверенность в себе. И, будем так говорить, девочкам сложно налаживать отношения с мальчиками. Ну а вот девочки, которые занимаются этим видом спорта, у них очень хорошие, дружеские отношения. Именно с мальчиками у них нет проблем. Возраст, спортивный опыт и достижения этих ребят были совершенно различны. Одни впервые одели кимоно всего несколько месяцев назад. А у других за плечами уже имелись серьезные спортивные сборы и крупные соревнования. Но для каждого из этих ребят дзюдо уже стало не просто способом держать себя в прекрасной физической форме. Скорее, образом жизни. Скажи, пожалуйста, что для тебя дзюдо? Ну, не знаю, борьба, которая нравится человеку, он борется, добиваться чего-то. Это интересный спорт и развивает силу. И хотя олимпийский принцип «главное не победа, а участие» никто не отменял, стать лучшим из лучших, безусловно, хотелось каждому. Наша команда по итогам соревнований взяла серебро. Выступили неплохо, в основном лучше, конечно, как обычно. В принципе, у нас выступили девочки. Все четыре девочки, которые наши выступали, они все в призах. Ну и мальчики тоже нормально показались. А те, кто уже давно занимается, они 100% на свои места заняли в призовые тройки. А те, кто с этого года пришел, допустим, или чуть-чуть побольше занимается, но еще не готов особо, просто набрался опыта и показал себя. Совсем недавно наши дзюдоисты едва не остались без одной из самых сильных спортсменок команды. Катя Долгих на очередных соревнованиях получила серьезную травму колена. К счастью, сейчас девочка почти восстановилась. А впереди у наших спортсменов новые соревнования. Уже в эти выходные котельниковские девчонки Катя Долгих и Настя Ибрагимова выступят в составе команды Московской области. Тренер нашей команды в прогнозах относительно этих соревнований осторожен. Если бы это была личная Россия, то бишь они сами за себя боролись, как на нашем турнире, сам за себя именно, то мне кажется, что обе девочки бы удачно выступили, как минимум просто в тройке бы были, по мне так это 100% результат бы их не было. А так как это командные соревнования, их две, а всего в команде 18 человек. И от них зависит только два очка. Как говорится, поживем-увидим. А пока просто пожелаем нашим девочкам удачи. Юлия Лаптева, Роман Миняйло, Котельники ТВ.